Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск. В студии Махач Курбанов я и мои коллеги расскажем, как мусульмане республики отметили Курбан-Байрам. Праздничный намаз – один из важных ритуалов мусульман. Именно с него начинается Курбан-Байрам. По исламским канонам его предпочтительно совершать коллективно. Поэтому тысячи верующих с утра посетили сегодня мечети, а после направились на специальные площадки, выделенные для жертвоприношения. На месте событий побывал мой коллега Абдул-Алиев. Большое количество верующих собралось с утра в центральной джума мечети города Махачкалы. Предваряя праздничный намаз перед мусульманами, выступили официальные лица. В своем обращении имам мечети Марсхаб Арсан Алиев поздравил всех мусульман республики и рассказал о достоинствах главного исламского праздника Идалятха – Курбан-Байрам. Комментируя это слово «праздник», ученые разъясняют, что праздник для мусульманина – это тот день, когда обильно прощаются его грехи. А что же может быть лучше для мусульманина, когда прощаются его грехи, уважаемые братья. Праздник – это не расслабление, как у нас принято, когда бывает праздник, мы расслабляемся, уважаемые братья. Это наоборот усердие, усилие в поклонении Всевышнему Аллаху. После поздравительных речей верующие традиционно приступили к праздничному намазу. Далее помощник имама прочитал хутбу на арабском языке. В мероприятии принял участие министр по национальной политике, делам религии, республики, отметивший, что Курбан-Байрам – это главный праздник мусульман, объединяющий всех верующих. Это один из самых главных мусульманских праздников. Это особо почитаемых праздников в мусульманском мире. Это праздник добра, это праздник мира, милосердия. Это праздник, который прощает человека, который просматривает прошение друг друга. Это праздник, который помогает тем, у кого есть возможность, тем, кто в этом нуждается. Поэтому, с моей точки зрения, это самый главный праздник. Исполнив праздничный намаз, верующий в высшие из мечети при поднятом настроении поздравляет друг друга наилучшими пожеланиями. Поэтому быть радостным в этот день и праздновать его крайне желательно. Один из важнейших праздников мусульманского мира – это мы его празднуем веселым, таким радостным настроением, хорошим. Желаем дагестанскому народу всем нам здоровья, крепкого имана, чтобы все было благополучно. Заметно, что и наше мусульманское умы, и наше дагестанское общество, и общество мусульман России, что вот так вот радостно все отмечают эти праздники. Сегодня я поздравляю для всех мусульман в мире Курбан-Байрам. Желаю на этот день счастья, доброго, любви, самое главное – здоровья. Прежде чем отправиться отмечать праздник Кургу семьи, многие из верующих направляются в другие места, которые на протяжении нескольких лет становятся эпицентром празднования Курбан-Байрама в Махачкале. После праздничного намаза все верующие направятся в места, специально отведенные для жертвоприношения. Там для выполнения одного из важнейших мусульманских ритуалов предоставлены все удобства. Одна из таких площадок расположена около торгового центра Киргу. Как и каждый год, здесь оживленно, но неудобств это никому не приносит. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы верующие совершили обряд жертвоприношения в комфортных условиях. Мы все возможное от себя постарались, сделали места закалывания, места загонов, места обделки шкуры, обделка мяса, стоянки, въезды, выезды, и вода для закалывания животных, профессиональные резчики, обделки шкур – все здесь идет. И, как вы сами заметили, даже подходы, подъезды, как в прошлые годы, заторов или там пробок нет. Многие, кто пришел сюда, положительно отзываются об этих площадках. От человека здесь требуется только выбор животного и оплата. Остальное все сделают за вас специалисты. Как многие пришедшие сюда отмечают, подобная система намного упрощает процесс. Мы уже какой год наблюдаем, что вот так наше духовное управление организовало такое для людей удобство. И машины стоянки, и волонтеры, и режут мясо, и все. Ну, все удобства для людей, чтобы они полноценно совершили свой курбан. Здесь, в первую очередь, созданы все условия для того, чтобы людям было удобно. Здесь отдельно, где покупается, где вакинь делается. Любой человек может прийти и подойти любому человеку, который продает, он знает, как это все делать. И есть люди, где режут. Ну, здесь, правда, конечно, сегодня очередь. Тем не менее, очень удобно людям все созданы все условия для того, чтобы человек мог принести зеркоприношение. С самого начала, как мы только заехали, встретили ребят, которые регулируют, показывают, как лучше проехать, где поставить машину. Потом и здесь мы нашли людей, которые помогают выбрать барана. Соответствующие нормам, условиям. И люди, которые помогут разделать. Поднимался туда, на горку, и оттуда, когда посмотрел, ну, настолько было приятно смотреть. Все организовано, сервис, волонтеры помогают. Даже будучи в Мекке, мы видели там, как это все происходит. Ну, все создается для людей, чтобы были удобства, чтобы людям не приходилось мучаться. Главным жертвенным животным в этот день являются овцы. Но организаторы площадок для закалывания приготовили на этот раз сюрприз. Как мы знаем, для жертвоприношения подходят не только овцы, но и другие животные. Такие, например, как и верблюд. И как мы видим, организаторы этих мест приготовили и вот такую вот роскошь. Да, и роскошь эта стоит весьма недешево. Но желающих приобрести животных из Азии не так уж и много. В основном они приносят эстетическое удовольствие тем, кто за ними наблюдает. Верблюд в Махачкале явление нечастое. Но, как говорится, вернемся к нашим баранам. Стоит отметить, что помимо праздника места для закалывания будут работать еще три дня. Поэтому предостаточно времени, чтобы совершить один из высоковознаграждаемых обрядов мусульман жертвоприношения. Авдулла Алиф, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С праздником Курбан Байрам верующих поздравил муфтии республики шейх Ахмата Фанди. Уважаемые братья и сестры, Идаль Атха, день жертвоприношения, самый значимый в исламе праздник. Каждый год мусульмане всего мира с нетерпением ждут наступления этого священного праздника, который объединяет сердца верующих в едином порыве любви и поклонения ко Всевышнему, побуждает к состраданию, взаимопомощи и братству. В этот радостный день мусульмане собираются в мечетях и, обращая свои молитвы ко Всевышнему, просят о благословении. Моли Всевышнего за всех мусульман мира, о спокойствии и благополучии Дагестана и всей России. И да убережет нас Аллах от смуты. Говорится в тексте поздравления. Кульминация праздника Курбан Байрам – заклание жертвенного животного. Для проведения этого обряда муфтия Дагестана совместно с администрацией Махачкалы подготовил специальные зоны за чертой города. Как и в каких условиях проходил священный обряд на одной из таких площадок, расскажет Курбан Аргимов. Совершить заклание животного можно без особых хлопот. Для этого достаточно просто приехать на спецплощадку. Здесь, на территории ипподрома, есть все условия для совершения этого обряда. Приносить жертву можно разных животных, но основной спрос всегда на мелкий рогатый скот. Барашек везут из разных районов республики. Средняя цена – около 8 тысяч рублей. На месте работают около 300 волонтеров. Они консультируют по всем вопросам. У меня вот барани с алпийских лугов, где этот водораздел хребет есть. Сулак саму реку отделяет оттуда, в Кулинский район, где щелка выпут. Именно хорошие, вкусные барани отобрал, чтобы людям на праздники, чтобы довольны были. Выправ жертвенное животное, верующие направляются на место для закалывания. Здесь его режут по всем нормам ислама. Созданы все комфортные условия, чтобы человек пришел и Курбан совершил весь обряд. Для этого есть стоянка. На стоянке люди, которые обеспечивают порядок. Далее сюда он приходит, выбирает себе животное. Ему его нарезку уже предоставляют. На резке уже человек режет, обделывает. И получается, там же есть люди, которые так мир читают. Вот если у него возникают вопросы, есть люди, которые отвечают на интересующиеся его вопросы, касаемые Курбан-Байрама. Все условия. Человек, чтобы пришел и от начала до конца он зашел сюда, все то, что ему надо, здесь ему организовали и ушел отсюда. Для желающих отведать самую благодатную пищу есть столовая. Волонтеры готовят ароматный плов. В общем, организаторы постарались устроить праздничную атмосферу. Ассаламу алейкум. Поздравляю всех дагестанцев с этим замечательным праздником. Курбан-Байрам. Дай Аллах всем здоровья, счастья семье. Пусть Аллах примет, как говорится, жертвоприношение и все их молитвы, и чтобы было все хорошо у всех. Желаю счастья, здоровья, чтобы иманы были все, вот так побольше были такие люди. Без войны. Для меня праздник, для всех нас. Для вашей семьи, что это праздник, как вы будете отмечать? Очень хорошо. Будем вовлетелать, раздадим. Барена порезали. Раздавать будем. Раздавать будем. Родственникам, кому можем. Дай Аллах всем, чтобы могли вот так же отмечать праздник. С праздником, курбан-байрам, чтобы каждый мусульманин смог в этот прекрасный день порезать курбан, чтобы осчастливить своих родственников, близких, соседей, чтобы у каждого дома был достаток благополучия всем и всего хорошего. Всем желаю имана побольше здоровья, чтобы благополучия, мира на земле. И вот ваша семья как отмечаете праздник? Наша семья с утра накрыли праздничный стол, ждем гостей, очень празднично отмечаем. В день праздника принято вспоминать о других людях. Одну треть мяса жертвенного животного верующие должны передать малоимущим, другую соседям и еще одну треть оставить семье. Специальные площадки будут функционировать не только в день праздника, но и в последующие три дня. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. С наступлением священного праздника мусульман республики поздравил и глава региона Владимир Васильев. Единство и солидарность мусульман, всех жителей республики и впредь будет способствовать процветанию нашего Дагестана, укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. Пусть Курбан Байрам принесет в каждый дом мир, уют и достаток. Желаю вам здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия. Говорится в поздравлении главы Дагестана. Ну и конечно же неизменными атрибутами праздника являются накрытые столы, гости и радостное настроение. Курбан Байрам – один из главных семейных праздников в Дагестане. Основные блюда, конечно же, готовятся из мяса. Наша съемочная бригада постила большую и дружную семью Газимагомедовых. Слово Карине Баталовой. Своего барашка Газимагомедовы решили порезать дома. Для отца и двух сыновей все далеко не в новинку. Уже много лет они традиционно после праздничного намаза идут за жертвенным животным. Вопрос, что делать с 20 килограммами баранины по завершению священного ритуала, у главы семейства не возникает. В этом деле он четко соблюдает установленные нормы. Мясо обычно делим вот так. Мы резали сунок оба, поэтому будем мясо делить на три части. Один час раздаем, другой час варим, соседей приглашаем, родственников придут в гости. И третий час оставим на дальнейшем, чтобы приготовить вкусную еду. Первая партия разделанного мяса отправляется прямиком на кухню. Здесь с самого утра хозяйка Мадина с дочерьми готовится встречать гостей. Среди блюд – любимое дагестанское лакомство – аварский хинкал с бараниной. Есть еще одно – жареная печень. Она неизменно появляется на праздничном столе в этом доме. Все основные хлопоты завершены. А это значит, в доме ждут гостей. Поздравить с Курбан-Байрам Газимакомедовых по обыкновению приходит не меньше 30 человек. Это соседи, старые друзья и многочисленная родня. У Мухтара семь братьев и три сестры. За столом приятная, добрая атмосфера. В этот день принято говорить только о хорошем и поздравлять. Дай Аллах всем все, чтобы было у всех дома. Раньше же не было такого. Редко кто резал Курбан. Сейчас посмотрите. У каждого дома все вишни дал баракад. Каждый дом может садака раздать. И резать Курбан и делать садака. Вот это хвала все вишни, чтобы он нас вот так вот. Я даже не знаю, слов нет. Поздравляю всех мусульман с этим праздником. Желаю всего самого хорошего, благополучия. Чтобы старались не пропускать такие хорошие праздники. Стремились к ним. Ближе к вечеру Газимакомедовы сами отправятся в гости к родным и близким. Курбан-Байрам продлится еще три дня. А это значит, что еще есть возможность поздравить дорогих людей, раздать милостыню и помочь нуждающимся. Карина Баталова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. На этом у нас все. Еще раз вас поздравляю с праздником. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин